Интеллектуальный клуб «Игры разума» пропагандирует досуг как форму духовно-нравственного воспитания молодежи. Цель его мероприятий – знакомство молодых людей в игровой форме с памятными для нашей страны датами, русской литературой, отечественными кинофильмами. И участие в игре чемпионата «Должен знать каждый» очень интересно для кубанских ребят. В Славянском доме молодежи собрались 8 команд из Крымска и Приморско-Ахтарска, Красноармейского и Славянского районов на отборочную игру краевого историка-просветительского интеллектуального чемпионата «Должен знать каждый». Чемпионат организован ДОСАА в Краснодарского края на грант губернатора Кубани. Руководитель интеллектуального клуба «Игры разума» Владимир Полищук уверен, что эти состязания очень важны для юных кубанских патриотов. Чемпионат посвящен военной истории России, памятным датам и великим военным деятелям, России. И сегодня очередной отборочный этап мы уже провели в трех муниципалитетах, еще выйдем еще в один. У нас будет пять отборочных этапов и сегодня четвертый этап, на котором молодые люди в игровой форме будут выяснять, кто из них лучше знает военную историю. Начальник управления по делам молодежи Славянского района Елена Бондаренко приветствовала участников чемпионата и пожелала им успеха. Всех вас рады приветствовать. Славянский район всегда поддерживает такие интересные проекты и сегодня мы проводим такое межмуниципальное состязание, поэтому всем желаю удачи. Желаю всем быть настоящими патриотами, знать свою историю и сегодня хорошо провести время, узнать что-то новое. Участники состязаний, конечно, готовились к ним и рассчитывали выступить достойно. У нас очень дружная команда, мы готовились, ну, ко всему, как говорится, не подготовишься, поэтому попробуем свои силы. Важно изучать историю, для нас это интересно, это важно, особенно в нашем крае. Интеллектуалы из Славянской 17-й школы настроены только на победу. Они были уверены в своих силах и в том, что им поможет взаимопонимание в команде. Сегодня мы надеемся на победу. Мы тщательно готовились к этому мероприятию, повторяли темы. В этой игре важна как реакция, так и количество имеющихся у людей знаний. Мы тщательно готовились к этой викторине. Также у нас дружная команда, которая, я уверена, найдет ответы на многие вопросы. Игра никого не оставила равнодушным. Звучали вопросы о нашей истории, военном деле, стихах и песнях, сороковых, пороховых. Отвечать нужно было быстро и, самое главное, правильно. Сейчас произвучит какая-то музыкальная композиция, и вам нужно будет просто ее угадать, спеть какую-то строчку. Слушаем. Участники отвечали на сложные вопросы по истории, значимым событиям Великой Отечественной войны и важным историческим личностям России. По итогам отборочной игры победила команда 17-й школы. На втором месте команда 4-го лицея и Славянского электротехнологического техникума. На третьем представители 5-й славянской школы. Все они вышли в финал, который состоится в декабре в Краснодаре. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Славянский, Станислав Бурбыко, программа «События».